ЛИЧНОЕ УТРА Константин Казаков Моя коллега Наталья Михайлова И наш коллега Евгений Копеин И еще один наш коллега Юрий Соколовский Доброе утро Юрий Соколовский Многостаночник Подождите, подождите, стой У меня в наушниках вот этот фон странный Речуку задвинул Это работают космические корабли Они бороздят просторы Большого театра Вам, уважаемые слушатели, не слышно Вот все то, что происходит у меня в наушниках А там происходит нечто Итак, Юрий Соколовский Знаком нам очень давно Я лично знаю его уже, наверное, лет Страшно сказать сколько Еще даже тогда, когда он не был политиком Вот, политиком Юрий, а кем вы были, когда вы не были политиком? А я тебе расскажу Юрий Соколовский Я здесь посижу с такой Так вот, Юрий Соколовский много и кропотливо Трудился в Латвийском комитете по правам человека Уже тогда принимая толпы людей, которых никто нигде не принимал Со скольки лет вы начали трудиться? Не, ну трудиться началось еще со школьного возраста Тем более, что Когда вы заработали свой первый миллиард? Первый миллиард, да На самом деле было такое интересное Очень сложное время Начало 90-х, когда все разваливалось И начиналось что-то непонятное И, например, семья наша Которая такая классическая, такая советская семья Мама была инженером И папа тоже на заводе работал И когда эти заводы начали разрушаться И приостанавливаться Задерживаться зарплаты Естественно, надо было как-то выживать Да, поэтому, собственно, работать То есть родители без работы остались тогда, да? Ну, и без работы Или это какие-то работы уже начались Которые, как мы помним, тогда платили Тогда уже такие смешные деньги Или не платили даже Да, кстати, тогда была очень интересная ситуация Если вот сейчас вспоминать вот это время То не было, как ни странно Не было такого страшного отчаяния А потому что никто не верил, что это надолго Потому что действительно никто не верил Все думали, что это так быстренько все правильно Ну, не может быть, да Что вот как-то вот так вот может быть Когда вот там люди могут быть брошены Каким-то образом кинуты Да, все уже привыкли о том Что каким-то образом государство должно заботиться Или общество, или что-то еще Да, и как-то было, даже несмотря на то Что попадалось в какую-то ситуацию Но как-то вот не было вот этого отчаяния Ну, те, кто тогда не поверил, кстати Что государство, они вот и заработали Свои первые миллионы, миллиард На тот момент Ну, возможно, да Но в любом случае, что Осознание о том, что Никто не позаботится Да, ни о твоей семье Ни в том числе О тех многих вещах в обществе Которое происходит Да, вот, наверное, оттуда Из-за этих начала Ну, хорошо, на что толкнуло Вот эта необходимость зарабатывать средства Что было в биографии? Не, ну, безусловно, да Что нужно было как-то И в том числе и как-то помогать семье Нужно было учиться Нужно было платить за учебу Да, нужно было как-то выживать Вот в этом Какая лягушка, которая упала Да, нужно Две, да Нужно лапками дрыгать, да И не надеяться на что-то Да, пытаться каким-то образом выжить Да, ну вот, когда Каким-то образом выживаешь сам Да, потом начинаешь Выжил Да, встал на ноги Выживи другому Начинаешь оглядываться Да, собственно Где вы выживали-то? Я понимаю Школьник Юрий Соколовский В начале 90-х годов Или что? Делал что? Работал Кем? Торговал Как цеплял? Пытался В том числе и на рынке торговал Да, то есть как это было в начале 90-х В Риге, в Латвии? В Риге В Польше? Работал, работал на заводе работал Да, то есть там когда был такого На каком? Какой-то один остался Закрытый Вот, как многие, кстати, работали А вы имеете какие-то противоречивые воспоминания Об этой своей деятельности? Нет, очень хорошие Мне кажется, не хотите вспоминать Нет, это хорошее воспоминание На страуме, Юрий? На страуме? Это было продолжение некой такой практики Да, когда вот было Школьники приходили и работали Да, то есть у нас была возможность Они тоже оставались, да То есть наши эти кофеварки Это ваше круг дело, да? С траумы Да, тогда вот вы производили эти кофемолки Кофеварки И мы делали такие специальные узлы Для этого всего дела Вот, но это было приятное воспоминание Потому что была хорошая компания То есть возможность заработать Какие-то первые деньги И, собственно... Я хочу в эфире сказать большое спасибо Юрию Соколовскому За то, что он своим трудом помогал мне делать свой труд Потому что эти кофемолки я брал Клал в мечту оккупанта в большой баул И вез в Польшу Вот оно что и форцевало Вот она цепочка И продавал там по спекулятивной цене Пищевая цепочка Пищевая цепочка, да Хорошо, но 90-е-то кончились Вот я так понимаю, что какое-то первое такое серьезное направление Это, наверное, все-таки комитет по правам человека или нет? Ну да, безусловно, что... То есть это уже такой шаг в юриспруденцию Это шаг в юриспруденцию Чем вы занимаетесь всю оставшуюся жизнь Да, это было достаточно... До сегодняшнего дня Интересное такое событие в моей жизни Потому что на самом деле это такой первый фронт Когда сталкиваешься с очень большой несправедливостью в жизни И в какой-то момент понимаешь, что ты юрист Но твои возможности в том числе и ограничены Потому что иногда наталкиваешься на такую ситуацию Что закон сам по себе несправедлив И вроде бы как все хорошо И все этот закон исполняют И все, но в результате получается Какая-то очень большая несправедливость И к конкретному человеку И к какой-то группе людей И вот это то время Середина 90-х Когда такой несправедливости было очень много Сейчас какая-то... Есть какая-то система Есть судебная система Есть административные суды И есть какой-то контроль Что какой-то возможность для людей найти справедливость Тогда это была такая ставка батьки Махно Когда чиновник делал, что хотел И в принципе достаточно трудно было Обыкновенному человеку найти на него управу И вот комитет по правам человека Это вот фактически люди Которые когда-то сами столкнулись С какой-то такой вот несправедливостью Ну может быть решив эту свою собственную проблему Или не решив Но они во всяком случае решили поделиться своим опытом И начать помогать другим людям Это в то время, когда в Латвийский комитет по правам человека Еще очереди стояли Там стояли огромные очереди Вы помните, там были огромные проблемы со статусом Многим людям, так называемым круглопечатникам Которым даже не давали вот этот статус негражданина Люди, которые жили всю жизнь в Латвии Оказывались нелегалами И у них не было легального статуса И их пытались каким-то образом выдворить Например, в Россию Хотя, собственно, у них здесь и семья была И все-все-все И тогда, помните, раздавались вот эти сертификаты С педантичностью Педантичностью было посчитано За годы за стаж проработанный Помните, там негражданам отчисляли Там минус 15 сертификатов И то начиналось большое жульничество И то людям не додавали Им надо было доказывать стаж проработанный Что в какой-нибудь там библиотеке военной части Что они работали в Латвии И что этот год они тоже имеют право получить сертификаты Но в итоге, как мы помним, все эти сертификаты чем закончились? А эти жильцы несчастные Кетчевский квартир С этими круглыми штампами Круглопечатники Которые жили в общежитиях, малосемейках И почему-то они оказались членами семьи Да, только их страшная вина была в том Что они проживали в доме Кетчевском, военном Им ставили вот эту круглую печать И начинались их мучения И проблемы с трудоустройством Если проблемы с трудоустройством Проблемы оплатить квартиру Если проблемы оплатить квартиру Это, значит, соответственно, проблема с выселением Мне всегда казалось, что Латвийский комитет по правам человека Несмотря на то, что он выполнял очень важные функции И решал реальные проблемы реальных живых людей Это больше волонтерская работа Чем некое предприятие Которое основано на коммерческих принципах Так оно и было, по-моему Нет, безусловно Денег заработать там нельзя Так оно и было На что жили работники? Там не было работников Все работали где-то или где-то в другом месте Вот в тот момент Я, например, учился параллельно Другие люди работали Может быть, некоторые даже не связаны с юридической специальностью Некоторые по юридической части Но большинство не связаны с юриспруденцией люди были Но, тем не менее, они освоили, столкнувшись с какой-то проблемой Они освоили вот этот алгоритм решения И начали помогать, консультировать других людей Но как если приходит к тебе человек с одной проблемой, например Проблемой регистрации У него сразу проблема с сертификатами Если у него проблема с трудоустройством Из-за того, что у него нет статуса У него проблема с работой Если у него проблема с работой У него проблемы с жильем То есть его выселяют вместе с семьей Ну, целый ворох проблем, который нужно решить Ну, ты должен Начав с одной проблемы Ты должен проконсультировать человека и по другой Начинаешь углубляться Смотреть, как это решать вопрос В результате все люди Даже в том числе, которые не были по своему образованию юристы Приобрели вот этот опыт И начали, собственно, углубляться в эти проблемы Приходить после своего рабочего времени И вот каждого был какой-то один день После рабочего своего времени Приходит и принимает Я ловлю часто себя на мысль, что вот мы сейчас Жалуемся на наши законы и так далее Но вот когда ты смотришь в те 90-е годы Такое ощущение, что ты жил в каком-то пещерном вообще При пещерном, при каком-то строе Потому что такие диккие совершенно Вот они вроде законы Каждый поделится своими воспоминаниями и ощущениями На самом деле Нет, ну да Хотя у нас отличное утро Юрия Юрия, да Я просто к чему говорю Что вот, наверное, это подтолкнуло, может быть, к тому Что от чисто, скажем, изучения законов Юрий перешел вот к их, скажем, созданию То есть от юриспруденции к законотворчеству Вот есть такое тоже ощущение, Юрий О том, что тогда был совсем никакой законодательной базы По сути сформированной Что давало депрессию и прочее А сегодня у нас Ну трудно себе просто представить Что вот сейчас бы, например, да Кто-то вот такие законы Как тогда, в 90-е годы Вот даже те же сертификаты Мне кажется, это вызвало какой-то сумасшедший резонанс Сейчас уже, да А тогда с этим как-то все так спокойно согласились Лишь бы там не выселили Лишь бы не выдворили А вот я совершенно не согласен с этим А мне кажется, так А вот я совершенно не согласен Я могу даже обысковать с точки зрения Ну сейчас Юрия послушаю Конечно Изначально там, естественно, было очень большое Сильно изменилось законодательное базы Очень сильно изменилось Изменилось и отношение и в обществе И политика совершенно другая Как мы помним, да, вообще в начале 90-х Это, можно сказать, никакого такого права не было То есть был некий произвол Мы помним даже, что в начале 90-х Функции судов исполняли рэкетиры и бандиты Что люди не верили судам Они шли к бандитам для того, чтобы решить какие-то свои проблемы Мы помним произвол чиновников Который мог ухмыляться, да, и говорить А я не буду это исполнять Он прекрасно знал, что у человека нету невозможности Ни времени идти в суды И добиваться, правда, несколько лет Еще неизвестно, какой будет результат Они этим пользовались Политики тоже самое были Вот то, что мы сейчас видим Огромное количество скандалов Да, вот, связанных там с принятыми решениями С какой-то там собственностью С использованием средств Если мы вспомним вот эти, там, начало середины 90-х То это самое такое было время Когда были приняты огромное количество коррупционных решений За которые многие, мы сейчас расплачиваемся до сих пор Да, жители Латвии Но, тем не менее, не было свободной Вот так вот, не было возможности Не освещалось это, эти действия Не было открытости Не было так называемого, как мы сейчас говорим Гражданского общества, да То есть, которое могло бы остановить какие-то сделки Не было правоохранительных органов Нормально работающих, да Которые могли бы остановить вот эти сделки Да, мы помним, что и проблемы были в правоохранительных органах Да, очень большие, мягко говоря Давайте я тебе расскажу Что я думаю, мы по этому поводу Можно же, да? Ну, мы говорим Позволите? Начнем с того, что правоохранительных органов Сейчас меньше гораздо, чем тогда То есть, по единицам их больше Есть КНАП, есть САП, есть полиция безопасности Есть прокуратура с различными своими подразделениями Но, в целом, в государственной полиции работает значительно меньше людей Нежели в те 90-е годы И полиция даже свои функции основные не может выполнять Это раз Два То количество скандалов, которое мы видим сейчас Оно связано с какими-то потусторонними, как правило, вещами Тогда все газеты, которых было, кстати говоря, больше Все радиостанции, которых было значительно меньше И в целом СМИ, в целом общество говорило только на те темы, которые их действительно интересуют Сертификаты, бандиты, гражданство, окна натурализации и прочее, прочее В целом тогда мы жили ожиданиями того, что будут, наконец-то, перемены и гражданство в конце концов дадут Сегодня нет ни у кого, ни у одного человека Никаких сомнений в том, что лучше это не станет И все те заявления, которые делают ответственные персоны, политики Премьер-министр, министры, депутаты Сейма, исправящей коалиции Они свидетельствуют о том, что действительно ничего лучше не будет Будет только хуже И референдумы о русском языке проводились таким образом, что нам показали Лучше это не станет И вот есть группа товарищей Будет по-другому просто Инициативно Нет, нет, подождите Костя, когда речь идет о том, выселят тебя из страны Или ты, скажем, все-таки тут будешь жить в каком-то там статусе и так далее Наверное, не стоит говорить лучше или хуже Человек, который нам показал вот прецедент Слушай, у нас личное утро У нас сейчас радиослушатели неправильно поймут Все высказали свое личное мнение Продолжим про Юрия Юрий, все-таки Давайте к личному утру, к вашей личности Вот вопрос вам, да, из нашего видеочата Которым можно активно, кстати, пользоваться Пожалуйста, прямая видеотрансляция на сайте Микс Ньюс ЛВ Заходите туда, там можно прямо сразу писать абсолютно бесплатно Ну или звоните нам, 672-12-939 Пожалуйста, это Юрий Соколовский у нас В свое время вы отказались от комсомольской карьеры Или радиослушатель отказался от комсомольской карьеры Вряд ли я мог бы отказаться по возрасту даже Наверное Что людей приводит в политику, он спрашивает Деньги, жажда власти, слава Или отсутствие способности заниматься созидательным трудом Это первая часть вопроса Всего понемножку, да Дело в том, что разные мотивации есть Для чего люди идут в политику Да, есть люди, которые идут с четкой, они знают, что они хотят сделать Да, то есть, например, там, не знаю Жажда, вот как что? Власти Жажда наживы Да Они знают, что с помощью власти, они придя к власти, да Они будут там лоббировать какие-то там заказы, да Или что-то делать Это не четко, это карьерно, это деньги Есть люди, которые это делают по карьерным соображениям, да Которым есть определенная доля тщеславия, да Когда люди приходят во власть для того, чтобы показать, кому-то доказать Может быть, прежде всего самому себе и окружающим о том, что вот Обладание властью для них вот некий такой наркотик Есть люди, которые приходят для того, чтобы Столкнувшись с какими-то проблемами для того, чтобы прийти туда, да И эти проблемы начать решать, потому что они столкнулись, уперлись в потолок возможностей Что, ну, не может, например, там суд каким-то образом по-другому трактовать закон Если сама норма закона не совсем справедлива Есть люди, которые изучают этот внутренний мир, как там все это дело происходит То есть мотивация – это столько мотиваций, сколько у нас людей Люди у нас разные А у вас? Может, мотив, надо полагать, третий-четвертый Третий-четвертый, я так понимаю Первое, понятно, что мне надо, вот тогда была основная вот эта мотивация, да И мне было чувство несправедливости, да И вот это чувство несправедливости, они требовало какого-то действия То есть потолок уперлись и поджигали Да, да, вот сейчас, например, когда я вернулся к своей юридической практике Иногда приятно увидеть, когда смотришь законы, да, или решение конституционного суда, которые там Вот эту вот норму, которую удалось принять, да, или там какое-то мое мнение, которое, когда я высказывал на комиссии Учтено, там, судьи смотрели при принятии решения, да То есть, в принципе, это вот некий продукт, то, что делается Многие разные люди есть, да, но я сразу скажу, что в Латвии политика – это не карьера Да, да, то есть, есть карьера в многих там, многих европейских странах Там, в Америке, может быть, даже в России, в больших странах, да То есть, например, если в Испании Хосе Луис Сапатеро, да, то есть, он мог с 20-летнего возраста быть избран в парламент, да И потихонечку продвигаться по вот этой карьере, политической карьере Потом, в конце концов, стать премьер-министром, да То есть, в Латвии или там в Германии, да, вот эти устоявшиеся большие крупные партии, да То есть, это возможность сделать политическую карьеру, да И люди ее могут выбирать В Латвии оно, собственно, не так, да Люди не могут сделать изначально всю свою жизнь, построить именно на политической карьере Валдис Домбровскис, между прочим, он занимался многими другими вещами еще, да И, кстати, сейчас уже речь идет о том, что он когда-нибудь уже, собственно, не хочет быть премьером, да А хочет уехать на работу в Европу А хочет быть кладычицей морской Да, потому что он уже достиг этого Личное утро Валдиса Домбровскиса у нас еще впереди, надеюсь О личном утре Юрия Сколовского продолжим через несколько минут Тем более вас спрашивают Пиво, водочка, природа, шашлычок Традиционный вопрос у нас задает наш радиослушатель Несколько минут, но только единственное, Женя, секундочку Я должна зачитать одну просьбу, крик о помощи Большая просьба напечатать и передать по радио Значит, в Балаже в ночь на 6 апреля угнали Toyota Corolla Versa 2005 года серебристого цвета С госномером VR, ну, латинские буквы 3847, возможно, номер сменили Вы можете заметить, что на левой задней стороне есть небольшие повреждения по кузову А также нет противотуманки в переднем бампере И в бампере снизу Только одна А, в бампере снизу только одна пластмассовая решетка на левой стороне Большая просьба вернуть За любую достоверную информацию о местонахождении машины Гарантируется хорошее вознаграждение Звонить 29481744 Или писать на адрес Никифор1988 At gmail.com Ну, или вот, если кто не успел записать У нас в видеочате это сообщение пока что сохранилось Зайдите, посмотрите, помогите человеку Юрий Соколовский в личном утре Через несколько минут встретимся Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро Каждую пятницу на радиоболтком После 9 утра Личное утро Личное утро продолжается Юрий Соколовский у нас в гостях И мы тут о политике поговорили Давайте перейдем все-таки к личному Тем более спрашивают И о личном Пиво, водочка, природа, шашлычок Не нужно зачеркнуть Все, все, вот, вышеупомянуто Замещается семьей и двумя детьми Четырех и двух лет Да, вот, четыре-четыре Два года еще не ест шашлыки Равноценные? Нет, нет, нет Это, то есть это, это, это все Вот, вот, это, это безумная вот эта энергия Да, это все заполняет Все свободное время И вот эта семья Это все заменяет сейчас все Хорошо, но с семьей куда-то надо, наверное, ходить Не знаю, выгуливать их как-то или Да, выгуливать это очень актуально Да, ну, действительно, что Сейчас такое очень интересное время Когда сыну четыре с половиной года Дочери два с половиной года И смотреть, как они растут Уже такой возраст, когда коммуницируешь Когда личность формируется Когда ты начинаешь уже задумываться А как, что ты, как ты говоришь Что ты говоришь, да Как объяснить про эти простые вещи, да То есть, ну, сын в возрасте почему И действительно он меня ставит Хоть я и политик, и юрист, да Но зачастую его вопросы ставят меня в тупик Да, вот почему так Да, вот не говори, потому что так Да, вот и объясни То есть, у него уже задатки есть определенные Не, задатки, безусловно, есть Пытливого ума Пытливого ума, да И, кстати, очень интересно У него есть задатки достаточно интересные организаторы Да, то есть, он у нас с дочерью Организует что-нибудь строить Какое-нибудь Из конструктора что-то То есть, он прораб, да Да, он смотрит, смотрит, да Говорит, что так и так Похвалит обязательно Очень тонко Хорошо, молодцы Вот так сделаете, да Потом входит на кухню Принесет нам по две конфеты Так, метод пряника, понятно Поощрит За оплата То есть, он очень как бы тонко чувствует Эти все моменты Как вот можно с людьми работать, да И это мне интересно наблюдать Юрий, значит, среди ваших хобби Перечислены в открытых источниках Экстремальный водный турист Туризм, шахматы и психоанализ Это очень такая устарелая уже вся информация Естественно, никакого экстремального туризма Меня семья уже не отпустит, да Потому что папа – это отец семейства, кормилец А что вы делали экстремального туризма? Ну, понятно, что это Спускался по крутым горным рекам Спускался по речкам, да И такой вот Ну, это, конечно, все Каякинг или байдарки? И байдарки, и плод, и все, что угодно Да, но все это уже в глубоком прошлом А также природа, пиво, водочка и шашлычок Как пишет радиослушатель и участник чата Нет, шахматы тоже, это достаточно интересно Это вот было, когда я в свое время занимался Но это уже достаточно несовременный вид спорта Потому что он требует огромного количества времени А времени, конечно, нет То есть нету сорока минут или часа Для того, чтобы разыграть с кем-то У кого есть же такой, эти же сорок минут и час Для того, чтобы разыграть партию С компьютером утром начал, следующим утром закончил С компьютером это уже другое Интересно, нет? Это уже ассоциируется с работой И если ты работаешь, то ты работаешь То есть если ты уже отвлекаешься И думаешь, а какой ход еще сделать То есть это уже не работа получается Нам звонят, пожалуйста, вам звонят Послушаем вас Здравствуйте Так, уже вот нет Ну, дозванивайтесь 672-12-939, Юрий Соколовский Не успели мы принять ваш звонок Позвоните еще раз, пожалуйста Да, ну вот А, есть Слушаем вас Доброе утро Здравствуйте А у меня вопрос Если личное утро Может быть, Юрий Соколовский Автоводитель И как его личное отношение к фоторадарам Не к тому, что надо, не надо соблюдать скорость А помогают фоторадары Движению в городе Да, или наоборот Он злится на них Да, вот и пытается как-то там, так сказать Обмануться Вот пусть ответит Спасибо Хитро Упаковали вопрос Не совсем он личный, конечно Но личное отношение к фоторадарам Личное отношение у меня тоже есть Да, с другой С одной стороны, понятно Мы можем быть недовольны Понятно, что мы можем иметь претензии к тому Что это какая-то машина для зарабатывания денег Но с другой стороны Если какое-то нововведение спасет хоть одну человеческую жизнь Я готов ради этого претерпеть какие-то неудобства Может быть иногда даже и штраф заплатить Даже если на этом кто-то наживется, другой Ну, наживется, это другое дело Это уже нужно смотреть Потому что вот сейчас вопрос, например Что в основном вот эти передвижные радары То есть это такая для зарабатывания А вот, например, сейчас должны установить вот эти стационарные Где они должны быть установлены стационарные? В очень опасных местах, где происходит большое количество аварий Где пострадали люди И пускай те, кто за рулем, знают, что эти радары там стоят Они будут там соблюдать правила Не превышать скорость Может быть это спасет какую-то человеческую жизнь Поэтому я отношусь достаточно спокойно Если я превысил, заплачу Но я стараюсь не превышать, потому что обычно я везу очень ценный груз Свою семью, своих детей И поэтому я сам стараюсь не рисковать Рисковать с детьми это вообще полный маразм, по-моему Ну вот вы очень такой со всех сторон положительный Недостатки какие-то Ну вот расскажите нам, какие у вас есть тайные пороки и страсти? Ну, тайные пороки и страсти не буду рассказывать, конечно Ну, никто не хочет нам, Костя, рассказывать о своих тайных пороках Ну, конечно, понятно, что я живой человек Живой человек, у которого есть тоже свои достоинства, свои недостатки, свои какие-то позитивные вещи С недостатками пытаюсь бороться Ладно Достоинцы пытаюсь участвовать Хорошо Вот вы недавно еще побывали в нашей шкуре Вы были телеведущим Очень интересный опыт Интересный, да? Побыть телевизионным журналистом и просто журналистом Сколько протянулась вот эта вся карьера? Фактически год Год, да? Год И это был очень интересный опыт И если бы мне сказали бы, например, там, не знаю, 10-15 лет назад, что я буду еще телевизионным журналистом Да, наверное, рассмеялся бы, наверное, да? Потому что это достаточно экзотично Но, во-первых, это для меня было достаточно полезно, как для бывшего политика Потому что, на самом деле, многие вещи встали на свои места Потому что политики, они очень часто сердятся на журналистов, да? Что вот так, не сяк, да? Но вот когда ты побываешь в этой шкуре Когда ты поймешь вот эту внутреннюю логику, да? То начинаешь понимать, да? Нашего брата-то, да? Начинаешь понимать у журналиста, да? Потому что журналист даже иногда, даже никогда ничего личного, да? Но журналист должен, фактически, вот этот рейтинг, да? То есть должен быть интересен публике каждый день, да? Политику сложнее У него там выборы каждые 4 года, да? То есть он снимает вот этот рейтинг, да? А у журналистов фактически каждый день У журналистов каждый день выборы, да? То есть они борются за внимание Они должны быть интересны Они должны быть актуальны Они должны быть зубасты Да? То есть фактически это вот это дело Поэтому это достаточно сложная Трудная профессия А когда вас больше вот стали узнавать? Когда вы были как политик или когда как журналист? Ну, сложно сказать То есть иногда бывает, когда Когда вот визуально Это, конечно, когда Телевизионный журналист, да? То есть интересная такая стадия Когда так люди Политик тоже достаточно часто Иногда ходишь или там в магазин Или просто по улице Или гуляешь с детьми Да? И люди проходят мимо И так внимательно-внимательно смотрят Ну, так вот что-то помнил Вот кто-то Откуда-то он есть Откуда-то я его знаю Вот, ну, откуда, да? Это же Киркоров Вот Одно слово румын Да Поэтому вот этот опыт был Совершенно бесценен, да? И это был очень интересный год в моей жизни Звонок, пожалуйста Слушаем Алло Да, здравствуйте Балкон, здравствуйте Здравствуйте Я Простите Не по этому вопросу Я хочу сказать Прекратите вот это с ВДАРами Это волнует только тех Потенциальных нарушителей Простите нас, да? Мы поняли вашу позицию Но у нас сегодня Буквально пара минут осталось До конца личного утра Поэтому не можем этому уделить внимание Во вторник утром К нам придет Руководитель фирмы Ветроник Как раз-таки поговорим И, пожалуйста, можете Сдавать вопросы Борисов Нам придет Борисов Да Юрий Сколовский Пока у нас Вот если сейчас Допустим Вот уже за плечами Там определенный Политический опыт Журналистика Теперь опять вот впереди То, с чего вы начинали Это не разочарование какое-то? Нет Это не разочарование Это новый Новый этап Каждый новый этап Вот, например, у меня Были очень Такой метод Когда я В университете учился Да? У меня был метод Что я читал конспекты Не сначала в конец Как обычно Ну, принято Да? А с конца в начало Да? То есть, суть такая Что ты должен понимать Что, как это все Функционирует Для чего мы, собственно Изучаем это все дело Для чего мы все это делаем И в данном случае У меня есть Уникальная возможность Посмотреть Как все в целом работает Да? То есть, я Многие законы принимались В моем присутствии Я видел, как это делается Да? Я видел Вот это все дело Определенные законы Как это Как функционируют Средства массовой информации Это тоже очень важно Потому что Для, например Для принятия иногда решения Да? В юридической практике Поэтому Вся моя предыдущая деятельность Да? Она помогает мне Моей нынешней деятельности Как юриста Да? Ну, нам пора заканчивать Сейчас уже Время экономических новостей Я напомню, что В личном утре Мы, по-моему, ни о чем Не поговорили Обо всем мы поговорили Я могу сказать, что Юрий Скаловский Вот он в свое время Был Или сейчас тоже Запчел Еще Я сейчас Из политики ушел Да? Из политики полностью ушел Что, и партбилет На стол положили? Не, ну Политика Если ты должен заниматься То ты должен заниматься Да? Если ты занимаешься Или ты вышел из партии Да, сейчас я не член Ни одной партии Да, ну я просто хочу сказать Что вот я, поскольку Знаю давно очень Юрия То я знаю, что он такая Настоящая пчела Которая вот все время Трудится, несет куда-то мед Вот мы надеемся Что у него на новом поприще Тоже будут успехи Всевозможные Желаем вам всего хорошего И хорошего дня И до свидания Спасибо большое Да, Ромальд Ванагас Мы тебя уже ждем С экономическими новостями Надеюсь, что тоже будет Что-то такое Неизоблемое Спасибо Спасибо Продолжение следует...